За причинение многомиллионного ущерба условный срок. Прокуратура Центрального района Волгограда намерена обжаловать приговор, вынесенный в отношении бывшего директора областного предприятия Волгоград Автодора и его пособника. Они обвинялись в завышении расходов на ремонт дорог. Речь шла о десятках миллионов рублей, однако суд вынес наказание обоим в виде условных сроков. Это резонансное дело прогремело в прошлом году не по всем, не только региональным, но и федеральным СМИ. Как доказало следствие, директор Волгограда Автодора Владимир Колесниченко приобретал у фирм подконтрольных его знакомому Роману Треголову битому песчано-щебеночную смесь по цене, значительно превышавшей реальную. В результате за полтора года аферы предприятию, которое, заметим, финансируется из областного бюджета, был нанесен ущерб более чем в 64 миллиона рублей. Региональное следственное управление возбудило в отношении Колесниченко и Треголову уголовное дело год назад. Оно было передано в Центральный районный суд Волгограда. Ущерб, причиненный преступлением, до настоящего времени не возмещен. С учетом общественной опасности и тяжести содеянного, государственное обвинение настаивало на назначение Владимиру Колесниченко наказанием в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Для Треголова государственный обвинитель просил назначить наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, государственное обвинение настаивало на назначении дополнительного наказания в виде запрета занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение двух лет. Однако суд переквалифицировал преступление, совершенное директором Волгограда Тодора и его пособником с тяжкого на средней тяжести. И назначил ему словные сроки Колесниченко 5 лет, Трегулову 4 года с испытательным сроком обоим по 4 года. Столь либеральный приговор вызвал у прокуроров, мягко говоря, недоумение. Мы не согласны с чрезмерно мягким приговором, потому что и государственным обвинением, и органами предварительного расследования, и оперативными службами проведена значительная работа, доказан состав инкриминируемых преступлений. И суд признал, что предъявленные следствием обвинения являются обоснованными и доказанными в полном объеме. Однако назначил столь либеральное наказание. Показательно, что одновременно с делом Волгограда Тодора был вынесен приговор в отношении главы стрельно-широковского поселения Дубовского района, уличенного во взяточничестве. В селе были незаконно демонтированы столбы линии электропередачи, и чтобы местный руководитель закрыл на это глаза, ему была предложена взятка в 50 тысяч рублей. При передаче денег главу и посредника депутата районной думы задержали. Оба получили по реальному сроку первые пять с половиной лет колонии общего режима, второй – два года колонии поселения. Плюс штрафы и лишение права занимать выборные должности. Вердикт обоснованно отмечают в прокуратуре, но возникает вопрос, почему же в случае с Волгоград-Автодором, где сумма ущерба, нанесенного бюджету, в тысячу с лишним раз больше суммы взятки местным главой, приговор не в пример мягкий. Поэтому надзорное ведомство будет обжаловать решение Центрального райсуда в отношении Колесниченко и Трегулова в областном суде.